Здравствуйте! С вами программа «Личные финансы» на WBC и ее ведущая Наталья Смирнова, независимый финансовый советник, генеральный директор компании «Персональный советник». Наша сегодняшняя тема – это управление семейными финансами. Казалось бы, что здесь может быть сложного и о чем здесь вообще можно поговорить. Но на самом деле, когда вы уже семейный человек, вы должны будете выбрать одну из трех стратегий финансового поведения в семье. Стратегия первая – это ситуация, когда в семье, неважно, два человека или уже есть дети, но все финансы, все-все-все-все, если дети уже работают, значит, это денежные потоки и от них тоже, они приходят все, складируются в одну коробочку, тумбочку, на один денежный счет. То есть, условно говоря, вот все деньги, которые зарабатываются в семье, они все в этой семье и остаются. Ни у кого в семье нет своей заначки, своего персонального счета или чего бы то ни было, о чем не знают другие члены этой семьи. И это вариант абсолютно общего денежного бюджета, общий семейный капитал. Вторая – это, скажем так, полярная ситуация. Это очень часто характерно для гражданского брака, когда нет официального штампа в паспорте. Когда семейные финансы, по сути, это финансы одного человека и второго человека. Один платит за себя, за свои расходы и так далее, и так далее, второй тоже. И они объединяются только, когда они начинают копить на что-то общее. То есть, например, а давай вместе съездим в отпуск, а давай, сколько нам нужно, давай посчитаем, и сколько каждый ежемесячно должен вносить в общий котел на вот эту финансовую цель. Или они начинают покупать машину или там квартиру. То есть, они объединяют финансы только тогда, когда появляется какая-то общая финансовая цель. Все остальное, они каждый компенсируют свое. И третий промежуточный вариант – это частично общий и частично разрозненный бюджет. Это ситуация, когда у каждого есть, как правило, своя какая-то заначка и свои какие-то личные накопления. И какие-то свои личные расходы они покрывают из своего собственного кошелька. Но большая часть идет в общий бюджет. Давайте рассмотрим, когда какую модель лучше выбрать, где какие преимущества и где какие недостатки. Модель первая – когда все абсолютно общее, все про всех знают. С одной стороны, это идеально для управления семейным капиталом, потому что все в семье знают, сколько денег у нас есть. То есть, если близится финансовый крах, то все это видно. Если кто-то взял кредит – это видно. Если кто-то что-то накопил – это тоже видно. То есть, действительно, уровень риска при таком планировании минимальный, потому что нет каких-то непредвиденных финансовых историй. Но здесь есть и дополнительные минусы. Потому что, если финансовый вклад членов семьи в этот общий котел очень сильно разный, то тогда могут возникать, а, споры по поводу вклада членов семьи в этот общий котел, и, б, в случае развода, возможно, если нет брачного контракта, а его в большинстве случаев в России нет, возможно, очень неприятные ситуации. Когда, например, один член семьи имел наибольший доход, в случае развода все делится пополам, и получается, как в фильме, все, что нажится непосильным трудом, разделится ровно поровну. Потому что вторая половина, естественно, в курсе всего-всего-всего, чем владеет семья, и, естественно, будет знать, на что претендовать. Это дополнительная сложность. Еще есть одна сложность. Если происходит вот такое финансовое планирование в семье, то, как правило, идет разделение, кто учитывает семейные финансы. Тяжело двум людям одновременно делать учет финансового планирования в своей семье. Значит, будет только один ответственный за то, куда что уходит. В такой семье, как правило, другой человек зарабатывает, а один человек начинает все учитывать. И получается, что кто зарабатывает, он сосредоточен на заработке, а кто учитывает, сосредоточен, соответственно, на учете. Здесь тоже возможны конфликты, потому что кто учитывает, очень часто начинает выдавать деньги из семейного бюджета тому, кто больше зарабатывает, и начинает требовать от него отчетности, на что это пошло. Тот, кто зарабатывает больше, начинает возмущаться истерить, как это так, это же я больше всего зарабатываю, вы живете на мои деньги, и возникают определенного рода конфликты. И еще одна ситуация. Если мы говорим про инвестиционное планирование в такой семье, если люди все ведут вместе, и если у них абсолютно разное отношение к риску, то тогда неизбежны ссоры на тему финансового планирования. Например, муж готов рисковать, жена – абсолютный консерватор. Все деньги у них общие, цели, естественно, все общие. Они начинают обсуждать, как они будут копить себе на пассивный доход или на образование детям. Муж говорит, так, мы будем инвестировать в акции таких-то и таких-то компаний, потому что я считаю их перспективными. Жена говорит, да ты что, это будет только банковский вклад, только в топовых банках, потому что я не хочу лишиться всех накоплений. Все, конфликт интересов. В результате, если мы говорим о таком виде финансового планирования, то здесь, как правило, нужен рефери. То есть какой-то независимый человек, независимый консультант, может быть, банкир, управляющий, независимый консультант, который бы помогал со стороны смотреть им на свои финансовые цели и иногда помогать договариваться о этой семье внутри себя. Вторая история – это когда все порознь. Здесь, с одной стороны, абсолютные плюсы, потому что каждый учитывает все свое. И здесь, если мы говорим про инвестиционное планирование, если у кого-то рискованная стратегия, а у кого-то консервативная, опять же, никаких конфликтов. Кто как хочет, так тот туда и инвестирует. Но, с другой стороны, здесь есть риски минозамедленного действия, потому что, если люди не знают о финансово друг друга почти ничего, то тогда очень тяжело спланировать, куда семья будет идти, и очень тяжело в дальнейшем планировать такую историю, как наследство. А если они официально расписаны, то очень тяжело планировать потоки, денежные потоки после развода. И здесь, в частности, риски даже не у той стороны, которая больше зарабатывает, потому что, если все порознь, то она как раз может обезопасить себя от этого непредвиденного мероприятия. Но вот та сторона, которая зарабатывает гораздо меньше, может оказаться в ситуации, что, вау, оказалось, что она рассчитывала, или он рассчитывал, что вторая сторона поддержит в случае развода, а оказалось, что все активы этого человека оформлены на третьих лиц, на трасты, на семейные фонды и так далее, и так далее, и доступа к ним у нее или у него нет. Поэтому в данном случае, более того, есть еще один риск. Нет человека, который знает про все семейные финансы, и, возможно, ситуация, что один набрал большое количество кредитов, и в случае, если это официальный брак, тогда тоже возникают вопросы, а кто совсем потом будет расплачиваться. Соответственно, здесь, наверное, эту модель я могла бы рекомендовать только лицам, у которых гражданский брак, или тех, которые только планируют создавать какую-то семью, то есть такой промежуточный вариант. А третий вариант – это когда, условно, у каждого есть какие-то свои заначки и личные накопления на личные цели, но большая часть все-таки совместная. С моей точки зрения, это идеальный вариант, потому что если есть у человека какие-то финансовые цели, на которые он хотел бы копить самостоятельно и использовать свою инвестиционную стратегию, тогда он копит. Если мы говорим про накопление на крупные финансовые цели и на совместный быт, то это все объединено, и все об этом знают. Если получается, что где-то нужно что-то обезопасить себя от такого понятия, как развод, есть отдельные накопления, специальным образом оформленные, которые, естественно, не будут подвержены этому риску. В такой случае, в таком ситуации, вот такого введения семейного бюджета, очень важно вот эту пограничность, что общее, а что личное, соблюдать. И здесь, возможно, тоже периодически нужно будет консультироваться у юриста или у финансиста на тему того, как грамотно это оформить, и как из личного переходить в общий бюджет, и как, наоборот, из общего часть изымать к себе в личное, ну, чтобы вот эту пограничность как-то митигировать. В остальном, с моей точки зрения, наверное, в семье это как раз идеальная модель управления семейным капиталом. Впрочем, какую из трех выбрать вам, решать, безусловно, вам и никому более.